Колумбия, 2015 год. Случайные очевидцы заметили на поле гигантскую змею и подошли поближе, чтобы получше рассмотреть и поснимать ее. Оказалось, это была 7-метровая анаконда. Змея была не агрессивна и люди даже хватали ее за хвост, на что она никак не реагировала. Через минуту змея уже скрылась в болоте. А это уже Бразилия. Большая змея переползала дорогу и была замечена людьми. Они также стали снимать и фотографировать ее. Но как только люди прикоснулись к ней, змея сразу развернулась в их сторону, всех этим напугав. Африка. Тут огромный питон медленно выполз на дорогу, остановив движение. До другой страны змея не доползла. На своем пути она наткнулась на провал в асфальте и скользнула туда. А представьте, встретить таких змей дома. Таиланд. Здесь мужчина из спецслужбы пытается поймать змею, обнаруженную на потолке дома. Как только он потянул ее за хвост, потолок рушится. Там прятался огромный питон, который к тому же был весьма агрессивен. Такой же случай. Только на этот раз на потолке прятались два больших питона. А здесь гигантский питон залез в дом, где мать качала своего маленького ребенка. Сначала она не замечала змею, которая приблизилась почти вплотную. Но потом заметила и с криком быстро выбежала из комнаты. А питон тем временем медленно развернулся и покинул дом. Эта семья из Австралии была поражена, когда увидела, как огромный питон перебирается с крыши их дома на деревья. Оказывается, такие большие и массивные змеи умеют лазать по деревьям. Удивительно, но это факт. Но не все деревья выдерживают их вес. Этого питона засняли туристы в Африке. Недавно он кого-то проглотил. Это хорошо видно по утолщению посредине тела. Туристы были в восторге от этой встречи. Бразилия. Крупная анаконда появилась на шоссе и перекрыла движение. Водители подходили поближе, чтобы поснимать видео и сделать интересные фото. Ведь увидеть так близко анаконду получается нечасто. А змея тем временем пересекла дорожные ограждения и медленно направилась в зеленые заросли. Снова кадр из Бразилии. На этот раз анаконду засняли на причале. Змея попыталась пролезть сквозь металлическую сетку. Но из-за большого размера у нее это не получилось. Люди плавали на лодке по Амазонке и увидели такую удивительную картину. Огромная змея обвилась вокруг сухой ветки и грелась на солнце. Эти люди тоже плыли на лодке по Амазонке и кого-то заметили в прибрежных зарослях. Каково же было их удивление, когда оттуда выплыла гигантская анаконда. Эта змея была просто каким-то монстром. К тому же она недавно пообедала, что придавало ей еще большего объема. Очевидцы змею не сильно боялись и даже тянули ее за хвост. А змея не обращала на них внимания, она лишь старалась уплыть подальше. Люди заметили на крыше одного из гаражей большую змею. Они вызвали полицию, а змея в это время спокойно лежала на крыше. Оказывается, это был питон, который сбежал из своего террариума. Вскоре появился и его хозяин, который поднялся на крышу, взял змею в руки и спустил на землю. Африка Довольно большого питона повстречали на грунтовой дороге. Сначала змея неподвижно лежала на песке, наверное, и грелась на солнце. А потом поспешила спрятаться в траве. Эту змею также заметили на грунтовой дороге. Как говорят очевидцы, недавно она проглотила аллигатора. И теперь ищет укрытие, чтобы отдохнуть и переварить добычу подальше от людских глаз. А здесь засняли, как большой питон обнаружил в земле чью-то нору. Змея медленно направилась в ее сторону и вскоре полностью залезла внутрь. А люди даже смогли потрогать этого питона за хвост, пока он проникал под землю. Этого питона заметили недалеко от фермы в Балито, Южная Африка. Он был довольно массивный, но когда человек с камерой приблизился к нему, быстро развернулся и шустро пополз от него подальше, удивив снимавшего. Эта змея недавно проглотила пойманную добычу, и теперь ей трудно передвигаться. Она не торопясь ползет по небольшой реке, и очевидцы успели ее хорошо рассмотреть. На этом все. Друзья, а вам бы хотелось увидеть таких змей в дикой природе? Напишите об этом в комментариях. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, впереди очень много интересного. А я с вами прощаюсь, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok